Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться тех, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. И сегодня у нас на календаре 9 февраля и киевское время 18 часов. Что сказать? Ну начнем, как всегда, коротенькое сообщение про Турцию. Число жертв достигло уже почти 15 тысяч человек. Число пострадавших перевалило, достигло почти 65 тысяч человек. Ну я так понимаю, цифры продолжают расти. Еще раз повторюсь, что пока не разберут последний завал, нельзя будет сказать точное количество жертв пострадавших. И это число постоянно будет расти. Постоянно. Наша группа спасателей, состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, уже прибыла в Турцию и приступила к участию в ликвидации последствий этого страшного землетрясения. Кстати, говорят ученые, что это землетрясение может иметь далеко идущие последствия, потому что тектоническая плита, столкновение которых или перемещение которых вызывает землетрясение на поверхности земли, сместилась на целых 3 метра. Такой произошел тектонический сдвиг. Ну что ж, пожелаем Турции выдержки, удачи, скорбим по погибшим и поддержке раненым в борьбе с этой стихией, природной стихией. Ну а мы возвращаемся к нашей оперативной обстановке. И отмечаем, что за последние сутки противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытная, Маренко и Углидар. Это самые горячие точки, в принципе от Кременной, ну уже даже от Сватова, я бы сказал шире, от Сватова до Углидара. Вот это основное направление или линия, основная линия фронта, где российское командование пытается сосредотачивать усилия и введение наступательных действий на нашу оборону. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию противник для нанесения ударов по позициям наших войск. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области, Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная гора, Ивановская, Часовьяр, Водяная, Первомайская, Красногоровка, Марьенко и Причистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье. В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных удара и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли трое гражданских и еще трое находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, враг совершил порядка 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре в Херсонской области. Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелом подверглись районы более 40 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждено большое количество гражданских жилых домов. Кстати, надо отметить, очень давно даже на этих направлениях не применялась авиация. Последний раз перед Новым годом применялись вертолеты для обстрела нашей территории. Сейчас была применена авиация. Причем бьют целенаправленно по жилым, по населенным пунктам, по районам жилой застройки, по жилым домам. Ну, в этом весь русский фашизм. На Купинском и Лиманском направлениях продолжаются позиционные бои в Куземовке. Темпы вражеских атак от Кременной сохраняют свою интенсивность. То есть, от Кременной в сторону Лимана противник проводит интенсивные атаки наших позиций. Но изменение линии фронта за прошедшие сутки не зафиксировано. То есть, силам обороны Украины на участке Кременной удалось стабилизировать линию фронта. То есть, мы сутки стоим на месте, отбиваем все атаки. Есть активность со стороны Сватова в направлении Купинска. Там противник пытается ввести в бой порядка трех дивизий. Но на данный момент российские войска успеха не имеют. На Бахмутском направлении. Оккупанты вышли на крайнюю северную часть города. Но это еще было пару дней назад. Сейчас давление на город происходит с трех направлений. С севера, с востока и с юга. Но силы обороны не просто отразили все атаки войска, но и немного отодвинули войска противника от той линии, которая была предыдущие сутки. Карта в районе Ивановского показывает, что линия фронта остается стабильной за прошедшие сутки. То есть, на продвижение в сторону трассы на Константиновку противник остановлен. В самом узком месте расстояние порядка четырех километров. Да, трасса находится под огневым контролем, точнее под огневым воздействием российской артиллерии. Но, тем не менее, до сих пор эксплуатируется нашими силами обороны для снабжения гарнизона города Бахмут. И, в принципе, это не является критичным, потому что там такая довольно плотная жилая застройка. И, соответственно, дорог, в том числе и с твердым покрытием, по которым можно проехать, достаточно много. Причем, при этом можно даже соблюдать нормы маскировки для того, чтобы противник не видел, по каким именно дорогам, по каким именно населенным пунктам идет снабжение Бахмутского гарнизона. Идут, продолжаются ожесточенные бои в населенном пункте Поросковеевка, Красная гора и Железнянская. Здесь идут ожесточенные бои. Ситуация пока, линия фронта не уточнена, пока ситуацию охарактеризовать очень сложно. Я имею в виду, где, в какую двигается линия фронта или нет, и если двигается, то в какую сторону. Посмотрим завтра, чем закончатся эти бои к вечеру. Авдеевское и Новопавловское направления. Здесь без существенных изменений российские войска пытаются бросать резервы, чтобы захватить центр населенного пункта Марьенко. Кстати, сдают сами себя. В чем в том, что некоторые пропагандисты и средства массовой информации Российской Федерации начали говорить о том, что Марьенко взята. Что центр Марьинки взят. И идет зачистка города. Но тут же сами публикуют видео, где российский танк работает с восточной окраины Марьинки, работает по центру города. Это говорит о том, что в центре города наши позиции и в центре города нет российских войск. В Марьинке ситуация под нашим контролем. Центр города находится под нашим контролем. Надо упомянуть еще бои. Вы задавали, кстати, вопросы. Я говорил, что рекорды ставили мы по поводу уничтожения БМП и танков противника за сутки. Там была цифра 25 танков за сутки уничтожены. Но это по всей линии фронта. Это совокупно. Но наибольшее их число было уничтожено именно в районе Углидара. 155-я бригада морской пехоты Российской Федерации понесла колоссальные потери в технике и личном составе при попытке штурма Углидара. Там, кстати, именно поэтому, что они понесли такие гигантские потери, именно поэтому уже несколько суток, ну, во всяком случае, как минимум трое или даже четверо суток, идут позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими огневыми ударами. Активности противник не проявляет в плане наступательной действия. Резервы подтягивает. Посмотрим, что дальше из этого получится. И как вывод по вот этой огненной дуге от Сватова уже до Кременной, видите, она расширяется, до Углидара, раньше была от Кременной до Углидара, теперь от Сватова до Углидара. Самое большое внимание на сегодняшний день приковано традиционно к городу Бахмуту. Ситуация на севере города и на юге, на севере города, самая напряженная там с этой стороны, то есть с севера Бахмута есть как бы проблемы в обороне, мы пытаемся их решить. На юге, там ситуация более-менее стабильная, там наши войска держат оборону без изменений, жестко и стоят на месте. Отмечается, что севернее Бахмута в районе Солидара все чаще появляются на поле боя профессиональные боевики Вагнера, то есть зэков стало все меньше и меньше и мобики появляются в составе Вагнера. Кстати, Вагнер пошел на такое, я бы сказал, падение, Вагнер списывают, ну во всяком случае на линии фронта на территории Украины, им ограничили, это связано с тем, что им ограничили рекрутинг зэков. Сейчас рекрутинг зэков перешел под контроль в Министерство обороны Российской Федерации, теперь они набирают зэков для своей частной военной компании «Патриот». Насколько это будет успешно? Ну посмотрим. Судя по печальному опыту Вагнера, что из тех 40-50 тысяч оценивается количество заключенных, которых навербовал Вагнер за эти несколько месяцев в тюрьмах, сколько осталось в живых мы не знаем точно на сегодняшний день. Но помилование, якобы помилование указом президента России получили всего на все 20 человек. 20 человек из 40 или 50, ну давайте возьмем среднее, 45 тысяч заключенных. И кстати, видите, на поле боя уже заключенных нету, это говорит о том, что они уже все либо в госпиталях раненые, либо в сырой земле лежат. Это в худшем случае, в нормальной ситуации и в лучшем случае в пластиковом пакете, где-то в рефляжаторном вагоне или в морге ожидают, либо уничтожение, скорее всего уничтожение, сжигание, потому что Россия не хочет платить компенсации и тела этих заключенных будут сжигаться. Соответственно, желающих записаться уже даже в ЧВК Министерства обороны станет намного меньше. Ну посмотрим, что им удастся. Запорожское направление, там ситуация стабильная, без изменений, идут позиционные бои, перестрелки и обмен огневыми ударами артиллерии. На Херсонском направлении ситуация аналогичная, тоже стабильная, больше противник, после того, как мы потопили несколько легких катеров с диверсионно-разведанными группами, противник больше не пытается переправлять на правый берег ДРГ для введения диверсионной разведанной деятельности. Также в Васильевский район Запорожской области российские оккупанты грабят очень-очень сильно. Ну вообще это у них, ну во-первых, у них это норма. Я, кстати, напомню, если кто-то забыл, что Российская Госдума декриминализировала статью за мародерство. То есть это не считается уголовным преступлением. Можно грабить. И они действительно занимаются настоящим грабежом. Вот уже дошла очередь до Васильевского района Запорожской области. Мародерят жилые дома, квартиры, вывозят все, что ценное попадается, все вывозится в Российскую Федерацию. Далее. Авиация Сил Обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов. Вот такой урожай собрали наши ракетчики и артиллеристы за прошедшие сутки вместе с воздушными силами Украины. По состоянию на утро сегодняшнего дня в акватории Черного моря нет ни одного носителя ракеты «Калибр». В акватории Азовского моря ситуация аналогичная. Вот такие военные новости произошли за прошедшие сутки на оперативных направлениях и на всей линии фронта от Харькова до Херсона. Далее из военно-политических новостей, ну вы знаете, это главная новость суток, первое европейское турне, ну скажем так, первое большое турне президента Зеленского после начала массированного вторжения российских войск в Украину. Я не беру, я вчера уже объяснял, не беру визит в Соединенные Штаты, это был как бы персональный визит по приглашению президента США, вот, а вот именно турне с посещением Лондона, Парижа и Брюсселя, сегодня Брюссель. И, скажу так, ну на вчерашний день, я сказал вечером, конечно же, на момент записи вчерашнего видео никаких результатов визита в Лондон Владимира Зеленского еще не было. Конечно же, к вечеру посыпалась информация о прорывных пакетах помощи. В принципе, скажу так, все ожидаемо, но даже намного больше, чем предполагалось. Ну, в частности, я предполагал намного скромнее, я думал, что вопрос будет решаться просто да, даем, не даем, а оказалось, что вопрос решается на уровне, что решается на уровне того, что самолетная подмога или передача авиационной техники нам может или уже выливается в такой же парад, как это было с танками, когда все захотели передать нам танки, хоть чуть-чуть, хоть один, хоть, кстати, даже Португалия, которая там столько говорила, у них три танка, они и то передают их Украине. По танкам мы еще сегодня поговорим, есть интересная информация от немецкого производителя «Леопардов». Но, вот с самолетами сейчас происходит то же самое. Стало поздно вечером, когда из Лондона пришло сообщение, что премьер-министр Риши Сунак дал команду министру обороны подготовить предложение о передаче боевой авиации Украине. Речь пошла о самолетах «Торнадо» или «Тайфун». В чем особенность этих самолетов? В том, что они являются пусковой платформой для ракет «Шадов Шторм». И вот «Шторм Шадов» наоборот. Или «Эскальп». Это одна и та же ракета, просто либо аббревиатура, либо ее название «Шторм Шадов». Это крылатая ракета с дальностью пуска до... Она новая, 2001 года, с дальностью пуска 560 километров, но с возможностью увеличения этой дальности до 1000 километров. И это говорит о том, что и у нас появится такая же возможность. А теперь представьте, что если их пускать с борта самолета и пускать, допустим, от границы Украины. Вот отмеряйте 1000 километров, куда может долететь эта ракета. Это крылатая ракета современная, которая может... Которая разрабатывалась для применения в условиях современных систем ПВО и систем радиоэлектронной борьбы. То есть постановки радиоэлектронных помех. Она прекрасно справляется с преодолением этих систем. И у нее есть особенность. Она может лететь на сверхмалых высотах. Если вот мы смотрим, калибры летят там где-то порядка 500 метров высота, то вот ракета Шторм Шадро может лететь на высоте 30-40 метров. То есть фактически над крышами домов. Это гарантированно ей обеспечивает то, что она будет находиться в большинстве своего полета. Она будет находиться в мертвой зоне современных радиолокационных станций. Особенно, которые есть на вооружении Российской Федерации. Да, тактические средства ее могут поймать. Но, извините, у нее скорость почти равна скорости звука. Если они будут успевать, то они будут пытаться с ней бороться. Если же нет, значит она просто пролетит мимо их. Вот такая вот информация к вечеру пришла из Лондона. Потом уже поздно, ближе к ночи, пришла информация о том, что Владимир Зеленский из Лондона переехал в Париж. Где не просто встречался с Мануэлем Макроном, а туда прибыл Олаф Шольц. И, насколько стало известно, ближе к вечеру Владимир Зеленский убедил Эммануэля Макрона в том, что нам нужна боевая авиация. И надо ее давать как можно больше и как можно скорее. И, скорее всего, мы знаем, что F-16 во Франции нет. Что на удивление. Но, тем не менее, у них есть Рафаэл и Мираж 2000. Ну, Рафаэл это более современная машина. Из последних разработок их очень мало у Франции. Их не особо закупали для армии. А вот Мираж 2000 довольно неплохая машина. В принципе, я думаю, что может быть рассмотрен вариант поставок этих самолетов тоже вооруженным силам Украины. Причем в кратчайшие сроки. Ну, и сегодня Владимир Зеленский посетил Брюссель. Где, опять же, с этими же лидерами встретился. И встретился с представителями руководства Европейского Союза. Тут хочется отметить очень интересную деталь. Дело в том, что я так понимаю, что в принципе решение по самолетам и ракетам уже принято на уровне глав государств. И вот этот визит, вот этот турне президента Зеленского, оно тому является полным подтверждением. Потому что, особенно в Брюсселе на саммите, ну, не знаю, только ленивый, наверное, не призвал страны быстро предоставить Украине в необходимом количестве ракетное вооружение и дальнобойное вооружение, ну, имеется ввиду ракеты и боевую авиацию. Даже глава Европейского, президент Европейского парламента тоже призвала, Жан Мишель тоже призвал дать этот самый, дать Украине это вооружение. То есть все должностные лица, все сказали, да, Украине надо дать. Ну, я же говорю, даже Португалия со своими тремя танками, и то Алиапард сказала, все, танки отдаем, самолеты не можем дать, потому что их нет. Поэтому, вот, есть три танка, и их тоже отдаем. Я вам скажу, что это кардинально меняет картину мира, и кардинально меняет подход Запада к нашей войне. Я уже обращал внимание на то, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что оружие надо дать столько, чтобы война закончилась в этом году, победой Украины, перемогой Украины. Вот, Британия опять впереди планеты всей в плане принятия решений по самолетам и ракетам. Оружие, это, Соединенные Штаты заявили о полной поддержке Украине, мы с вами столько, сколько надо. И Европейский Союз объявил, что тоже оружие надо дать Украине столько, призвал все страны дать оружие Украине столько, сколько надо. И вот еще один такой нюанс. Приветствовали президента Зеленского в Брюсселе все словами, вот я сейчас приведу цитату, президент Европейского, Роберто Миццоло, кстати, она тоже выступила, озвучила важные месседжеры о необходимости предоставления дальнобойных систем и истребителей Украины. Жан Мишель тоже, глава, Шарль Мишель, извините, председатель Евросовета, тоже самое сказал. Но, что самое интересное, и Роберто Миццоло, и Шарль Мишель приветствовали Зеленского, когда здоровались с ним, приветствовали его словами «добро пожаловать домой», «добро пожаловать в Европейский Союз». Это относилось к государству Украина. То есть, Европа на сегодняшний день в лице своего руководства четко понимает, что Украина – это полноправный член Европейского Союза, что Европа для Украины – это дом родной, добро пожаловать домой. Ну что ж, для нас это огромный плюс и огромный посыл со стороны Европы, что они готовы нас принять в Европейский Союз. Кстати, президент Зеленский выступил перед Европейским парламентом, и в своей речи надо отметить, что он… Во-первых, скажу интересный такой нюанс, что Европейский парламент знает приветствие славы Украине героям славы. Они ответили на приветствие президента Зеленского. Четыре ключевых вопроса к лидерам Европейского Союза озвучил президент Зеленский в ходе своего визита и своего выступления. Первое – ускорение поставок вооружения Украине перед вероятным весенним наступлением Российской Федерации. Второе – усиление санкционного давления на Россию, включая атомную энергетику, в частности Росатом, в связи с захватом Запорожской атомной станции. Третье – вступление Украины в Европейский Союз и начало переговоров о членстве к концу года. Ну, это, в принципе, было оговорено ранее, а теперь это только подтверждается. Ну, и поддержка западными партнерами украинской формулы мира, которая состоит из десяти пунктов. И там пункт номер один – полный вывод российских войск с территории Украины. А дальше – демилитаризация, деноцификация Российской Федерации и так далее по списку, заканчивая контролем над ядерным вооружением России. И гарантиями стран-партнеров Украине вступить в войну на стороне Украины, если Российская Федерация предпримет хоть какую-то попытку агрессии в отношении Украины. Так что кардинально поменялся мир, кардинально поменялось видение западных политиков. Ну, и еще добавлю пару новостей. Это, в принципе, основная такая область. Основная такая новость, точнее, по сегодняшним или по прошедшим суткам. Я так понимаю, к вечеру визит будет закончен, и президент Зеленский будет возвращаться в Киев, в Украину. Почему? Потому что у нас здесь жизнь продолжается, и что самое тяжелое – это то, что продолжается война. И институт изучения войны говорит нам о том, что российские войска начали наступление в Луганской области. Эксперты отметили этого института, что движение оккупантов к северо-западу от Сватова здесь Россия привлекла части нескольких дивизий для наступления. В частности, мы знаем о трех дивизиях, которые привлекаются к наступлению. Одна из них – мотострелковая, из состава 1-й гвардейской танковой армии Российской Федерации. Да, это та самая танковая армия, где сняли командующего за огромные потери, которые армия понесла в первые месяцы вторжения российских войск в Украину. Наша оборона не дает врагу добиться значительных успехов, и вооруженные силы могут перейти к контрнаступательным действиям для предотвращения попыток продвижения российских войск вглубь нашей обороны. Вот такая вот новость. Кстати, Польша присоединилась к другим европейским странам и будет готовить наших военнослужащих. Ну, опять же, мы смотрим, что уже столько стран готовит нам военнослужащих, у нас уже такая непрерывная конвейер образовалась, школа подготовки наших военных. Польша будет готовить одновременно два батальона вооруженных сил Украины. Я так понимаю, это будет на основе ротации до конца войны, это точно. По готовности батальоны будут возвращаться в Украину, следующие батальоны будут заходить в Польшу на обучение. Следующая новость. Шведский парламент поддержал предложение правительства страны о внесении дополнительных поправок в бюджет, и Швеция выделит Украине 406 миллионов долларов на военно-техническую помощь. В основном это будут... Швеция передаст Украине военное оборудование. Речь идет о противотанковых вооружениях, об оборудовании для разминирования, о легком противотанковом оружии Робот-57 и шведских боевых машинах пехоты СВ-90. Мы с вами рассматривали, довольно серьезная машина с довольно серьезным вооружением. Также еще по Польше забыл уточнить, что они нам передают оборудование для ремонта нашей энергосистемы, которая пострадала в результате ракетных ударов со стороны Российской Федерации. И в этом плане Польша расширяет пакет помощи не только военной, но и энергетической. Кстати, нам теперь и звучало это от наших энергетиков, что мы не просто восстанавливаем энергосистему, мы строим новую энергосистему, которая будет адаптирована и будет присоединена к единой европейской системе энергообеспечения. То есть по энергетике мы полностью уходим в Европейский Союз. Ну и еще несколько новостей, одна из которых хочу обратить внимание на заявление экс-командующего армии Соединенных Штатов в Европе Бена Ходжеса. Знаете, да, он занимается военной аналитикой и тоже делает военные прогнозы относительно хода нашей военной кампании. Так вот, Бен Ходжес в принципе подтвердил версию генерала Буданова о том, что летом, этим летом, Украина может освободить Крым. Видите, как мы говорили с вами ранее, Крым выходит во главу угла. Крым становится задачей номер один, даже не Донбасс. Именно Крым. Почему? Потому что с освобождением Крыма все остальное теряет смысл. И вся оборона Российской Федерации просто рухнет в одночасье. Просто в одночасье. Дай Бог ему нести ноги с нашей территории. Чего мы, конечно, постараемся не допустить. Ну вот, и, видите, командующий Бен Ходжес тоже отмечает, что если Крым будет освобожден, после этого все рухнет. Вся война теряет всяческий смысл. Крым это ключ, так считает Бен Ходжес. Так вот, он говорит, что вооруженные силы Украины должны взяться за Крым как бы всеми возможными средствами и начать разрушение логистики на территории полуострова. В том числе не допустить восстановления Керченского моста, а добить его до конца, чтобы прекратить вообще какое-либо движение по этому мосту. Это будет цель номер один. Превратить Крым в настоящий полуостров, который примыкает к материковой Украине. Это географически. А так мы знаем, что Крым это Украина и входит в состав нашего государства. Встав настоящим полуостровом, паром я не беру в расчет, паром не обеспечит той необходимой, необходимых поставок. Тем более, что паром тоже можно нанести ракетный удар и прекратить его функционирование, во всяком случае, на территории полуострова. И тогда Крым остается ловушкой. Дальше методическое нанесение ударов по военным объектам Крыма, подчеркиваю, военным объектам, базам хранения, воинским частям, аэродромам и так далее. И тому, в системе ПВО. С привлечением западной авиации, об этом, ну, как бы, к лету у нас уже будет достаточное количество этой авиации, ракет малой и средней дальности. Вот. И дальше уже заходить в Крым основными силами сухопутных войск. И это будет ключ к окончанию войны. Вот даже, даже можно так сказать. Потому что дальше Донбасса уже никому не будет нужен. Если мы освобождаем Крым. Вот такой вот прогноз высказал Бен Ходжес, бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе. Ну и на пасашок новость вишенка на торте. Как обычно, есть такой оборонный концерн в Германии Rain Metal называется. Это отец-прародитель танков Леопард. Что первый Леопард, это их творение. Что второй Леопард, это их творение. Мы знаем, на сегодняшний день концерн выпускает танки Леопард в седьмой версии. Уже в седьмой. Причем это настолько, будем так говорить, настолько современный танк, использующий, начиная с шестой версии, нет, с пятой версии, Леопарды уже могут работать в единой системе управления огнем по алгоритмам искусственного интеллекта, то есть в составе Роя. В седьмой версии уже рассматриваются варианты прозрачной брони, то, что я вам рассказывал, то есть экипаж на экранах видит все, что творится вокруг танка. Вот. Но техника и наука не стоят на месте. И концерн Рейн Метал разработал новый танк. Это будет основной боевой танк Германии. Называется он КФ-51, КФ-51 Пантера. То есть зоопарк продолжается немецкий. Растет и возвращается, помните, да, пантеры были, как тигры, пантеры уже были. Так вот, это будет основной боевой танк. Это новое поколение танков Леопард. Из Леопарда 2 они уже сделали немецкий следующего поколения танк, который будет называться Пантера. Причем, чтобы вы понимали, насколько он новый, впервые этот танк был показан на выставке Евросатори 13 июня 2022 года. То есть полгода назад этот танк впервые официально увидел свет. И что он является преемником Леопарда 2 и что тут интересного в этой новости? В то, что немецкий оборонный концерн хочет построить завод по производству танков Пантера в Украине. Вот такое решение немецкого производителя. Сейчас ведутся переговоры, между правительством Украины и с правительством Германии ведут переговоры представители концерна по согласованию вопросов строительства завода по производству основных боевых танков Германии Пантера КФ-51 в Украине. Причем первые танки могут сойти если будет достигнута договоренность первые танки могут сойти с конвейера через 15-18 месяцев. Не удивляйтесь почему? Потому что современные технологии строительства позволяют осуществлять его вот такими гигантскими темпами. Хотя я думаю что первые танки сойдут с конвейера завода в Германии но завод в Украине будет строиться как только будет окончена активная фаза боевых действий. А может быть и раньше если мы закрываем небо гарантированно закрываем небо о чем мы сегодня еще будем говорить с поступлением новых систем противоракетной обороны то может быть строительство начнется и ранее. Ну что ж вот такие военные военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нас новостей очень много но и ситуация на фронте обостряется обостряется тем что россияне пытаются нарастить усилия в плане наступательных действий правда наступление в основном в пешем порядке в основном личным составом и я бы не сказал что там очень много бронетехники намного меньше бронетехники чем допустим они наступали в летние месяцы я по традиции делаю паузу у вас есть время подписаться на мой канал кто еще не подписан поставить лайк этому видео если оно вам нравится тогда его смогут увидеть как можно больше людей ну и через некоторое время мы с вами продолжим а продолжим мы с вами как обычно по традиции ответами на вопросы которые вы задали к предыдущим видео и вот вчера рассказывая вам о ситуации в Бахмуте о том какие ожесточенные бои и как они идут в самом населенном пункте один из слушателей пишет что по поводу боев под Бахмутом случайно услышал о битве за Бамут ну так ему послышалось не Бахмут а Бамут эпизод первой чеченской войны в ходе которого 10 марта 95 года развернулись затяжные ожесточенные бои за село Бамут прям прямая параллель с Бахмутом информация по этому чеченскому селу ну смотрите в чем суть этого штурма села действительно был такой эпизод в первую чеченскую кампанию это село Бамут штурмовало 8000 российских солдат 8000 по технике я вам скажу что там вообще сумасшедшие 45 танков 115 БМП в составе этих 8000 17 БТР 12 БРДМ 75 орудий и минометов и 9 зенитных установок принимали участие в штурме этого села село обороняли внимание 100-150 человек то есть одна рота чеченских чеченских защитников чеченских солдат обороняла это Ичкерия это не кадыровцы это те кто воевал за независимую республику Ичкерию вот они обороняли это село но там правда есть особенность они использовали коммуникации там когда-то находилась часть ракетных войск стратегического назначения и были подземные коммуникации в районе этого села и вот они их активно использовали для обороны но сам факт 8000 солдат штурмовало село которое обороняли 100 чеченских ополченцев и три штурма было этого села один раз даже российские войска ворвались в село но вынуждены были отступить понеся огромные потери в результате российское командование приняло решение обойти село они взяли населенные пункты с севера и с юга от этого села обошли его и взяли село в окружении пришлось ополченцам пришлось уходить для того чтобы не попасть в окружение этот штурм продолжался полтора месяца с 15 апреля до 25 мая 24 мая оккупационные российские войска взяли чеченский населенный пункт Бамут но аналогия может быть и есть дело в том что как как гласит даже вот этот эпизод и вот в конце зритель задает вопрос как вы думаете об этом совпадении или наоборот закономерности я думаю это закономерность закономерность состоит в том что российские войска не учатся воевать они остались на уровне той войны но они остались на уровне второй мировой войны вот сегодня рассматривая ситуацию от Кременной до Бахмута я вам скажу так что они пытаются делать если вы внимательно посмотрите на карту я всегда ссылаюсь на карту Deep State кстати информация очень достоверная и довольно точная иногда конечно с задержкой но это не потому что они так хотят а потому что она поступает не совсем вовремя и они проверяют эту информацию прежде чем выложить на карте вот так вот если вы посмотрите внимательно на карту в частности Deep State Maps то вы увидите что они пытаются сделать клещи от Кременной на Лиман и через Часов Яр тоже на Лиман якобы от Сиверска до Бахмута окружить наши войска то есть они так и не научились воевать по другому но клещи вообще-то это был любимый прием Гудериана во второй мировой войне это немецкий был прием большие малые клещи двумя охватами двойным охватом точнее расчленять советские войска вспомните это так воевала так воевала Германия во вторую мировую войну и причем это применялось не только на территории Советского Союза но и на территории Европы и во Франции точно так же клещами обошли линию Мажино французскую через Бельгию был заход во фланг французской армии вот и поэтому они не учатся они вот они научились они умеют и соответственно они это лекало пытаются натянуть приложить к любому эпизоду этой войны а вот они еще могут пойти на штурм в лоб вот что они примерно и делают сегодня и в Солидарии они это делали и в Бахмуте они это сегодня делают они еще могут пойти на штурм в лоб и положить кучу народа при этом взять 50 метров и гордиться тем что они взяли 50 метров в течение недели или двух недель вот поэтому я думаю что это закономерность этим российская армия легко просчитывается все их шаги и довольно предсказуемо они ведут эту военную кампанию хочу задать еще один вопрос скажите пожалуйста британские ракеты тень шторма шторм шедоу какую массу взрывчатки они несут и смогут ли эти ракеты серьезно повредить взлетную полосу военного аэродрома они могут вывернуть наизнанку 450 килограмм взрывчатого вещества находится в головной части ракеты штормшера который о которой сегодня идет речь ну пока что косвенно кстати мы тут немножко заигрались в эйфорию я в том числе в том плане что официально пока не называется типы ракет вот пока что косвенно из лиц официальных должностных источников эта ракета не называют называется средствами массовой информации на ссылки высокопоставленных военных или ссылки в окружении политиков но пока официального не но тем не менее 450 килограмм взрывчатки в головной части этой ракеты я уже рассказывал их ТТХ летит 30-40 метров я еще ниже не встречал а ниже еще ниже могут лететь крылатые ракеты над поверхностью воды если не штормовая погода то они могут 10-15 метров лететь над поверхностью воды чтобы стать незаметными для радара но я вам скажу что 30-40 метров для ракеты ну калибр я уже приводил в пример 500 метров в среднем шахет 500 метров летит высота хотя ниже не спускаются и это делает их намного живучими в условиях российского ПВО здравствуйте мыслили в обережной части Купенска расскажите есть ли причины для паники а точнее стоит ли уже задумываться об эвакуации ввиду того что расисты подтянули достаточно много резервов на нашем направлении сколько они подтянули из СМИ мы знаем а сколько наших сил по понятным причинам нет плюс ко всему здесь как вы знаете два направления со Сватова и с Валуек дайте пожалуйста свои прогнозы заранее спасибо ну скажу вам так что со Сватова уже началось наступление с Валуек пока еще наступление не началось начнется или нет сказать очень трудно думаю что да думаю они попытаются начать наступление с Валуек причем в ближайшие дни потому что время уходит через неделю погода будет температура станет плюсовой и это все потечет опять раскиснет будет будет слякать и уже ни о каком наступлении речи быть не может но я вам скажу так что у нас достаточно сил и средств для того чтобы постараться удержать максимум территории которую мы сегодня мы сегодня удерживаем на вот Сватовском направлении поэтому скажу так тревожный чемодан должен быть в готовности машина заправлена для того чтобы эвакуироваться но пока пока количество обстрелов вот показателем должен быть на мой взгляд количество обстрелов как только количество обстрелов города начнет возрастать значит лучше лучше оттуда уехать уехать в более безопасное место это касается естественно гражданского гражданского населения женщин и детей в первую очередь не рискуйте вот а так смотрите конечно по ситуации на линии фронта ну я не думаю что наверняка будет и оповещение об угрозе продвижения российских войск если если у них будет какие-то там успехи или прорывы и будет на сегодняшний день уже такого внезапности как это было в феврале прошлого года уже и не будет когда мы тут в Киеве встречали колонны вот только началось от 26 от 24 началось от 26 уже бои были в районе Гастумеля Ворзеля Ирпеня и так далее это окраина Киева кстати это кольцевая дорога киевская кольцевая эти города примыкают к киевской кольцевой дороге следующее у ракет радиодатчики приближения к цели два направленных излучателя ближнего действия под небольшим углом друг к другу для формирования сектора до 10 градусов кажись как только оба одновременно зафиксируют отраженный сигнал происходит подрыв цель перекрывает весь цель перекрывает весь сектор который видят эти датчики поэтому если цель не радиопрозрачна ракета не может пролететь ее насквозь я сейчас поясню к чему этот вопрос этот вопрос касался сбития воздушного шара я привел то что писали средства массовой информации что ракеты когда сбивали там эти шары то не конкретно этот шар который сейчас летел на предыдущие он не один был оказывается этот шар и раньше тоже их применяли и тоже их сбивали так вот писали летчики докладывали что ракета пролетает насквозь через шар и не взрывается в нем взрывается на пределе своей дальности за счет срабатывания самоликвидатора в этой ракете то есть вы правильно все написали что действительно есть датчики цели которые делают небольшой сектор и как только этот сектор заполняется целью то есть отраженным сигналом от цели эти датчики дают команду на срабатывание взрывателя и ракета детонирует и дальше сплошное облако осколков поражает воздушную цель это если не контактное или непрямое поражение цели системами ПВО но цель радиопрозрачная вот почему ракета пробивает это резиновый шар надутый гелием вот и ракета просто проходит через него она его не видит он не отражает никаких электромагнитных сигналов понимаете вот в том то и фишка поэтому поэтому все правильно описали средством массовой информации вы все правильно написали по тактико-техническим характеристикам ракет ПВО или ракет класса воздух-воздух вот но ситуация именно в том что шар не шар является радиопрозрачным он не отражает электромагнитных волн РЛС его не видит кстати видели только вот блок управления и солнечные панели отражали сигнал для радиолокационных станций все остальное не отражало очень вас прошу прояснить о наступлении на родной город Харьков пожалуйста с уважением к вам ну я уже наверное раз 10 повторяю что наступление на Харьков на сегодняшний день маловероятно мы не можем нельзя сказать как врачи говорят даже при аппендиците нельзя давать 100% гарантии точно так же и здесь мы не можем сегодня сказать что 100% все 150 процентов 200 процентов или там как говорят 1000 100 1500 процентов что не будет наступления на Харьков но на сегодняшний день в Белгородской области нету Не формируется ударная группировка для того, чтобы наступать на Харьков. Поэтому могут быть провокации диверсионно-разведительных групп до взвода, может быть больше, с целью сковывания наших сил на границе российско-украинской границы. Будут обстрелы, 100% будут обстрелы до тех пор, пока мы не получим более мощные системы ПВО и не постараемся защитить город. Но сегодня говорить о том, что завтра будет наступление на Харьков, это кстати ИПСО, которое проводит российская пропаганда для того, чтобы довести харьковчан до нервного срыва, нервного стресса. Вот именно этим они и занимаются. Все завтра наступает, все завтра берут Харьков. Кто? Кто наступает, кто берет Харьков? Они его не смогли взять сходу, когда там почти не было войск. Когда благодаря небольшому количеству вооруженных сил Украины и территориальной обороны Харькова, они отстояли город. Им пришлось обойти город, потому что они не смогли его взять. Так входили регулярные войска. А сегодня там чмобики-мобики воюют. Поэтому и нету этой группировки. Кто будет брать? 10 тысяч человек? Дивизия какая-нибудь пойдет на Харьков. Они на Сватово, чтобы до Купенска попытаться дойти, они три дивизии собрали. 30 тысяч. А вы говорите, нету группировки на Харьков. Поэтому в Харьков на сегодняшний день угрозы штурма города не существует. Вероятность есть, угрозы нет. Прямой угрозы нет. Добрый день. Правда ли, что американские танки Абрамс эксплуатируются на ракетном топливе? Нет, неправда. Танки Абрамс имеют газотурбинный двигатель. И их вид топлива это авиационный керосин. Они работают на авиационном топливе. Так что никакого ракетного топлива никто танкам не применяет. Техническая характеристика пишет, что он многотопливный, этот двигатель. Что якобы можно и дистопливо туда заливать. Но скажу сразу, нашел я в средствах, в некоторых источниках описание, что не рекомендуется заливать туда другие виды топлива. Почему? Потому что это резко снижает тактико-технические характеристики двигателя. Особенно его тяговые свойства, мощность двигателя и все остальное. Но поэтому основной вид топлива авиационное топливо, то есть авиационный керосин. И других видов топлива этот танк, это кстати относится к недостаткам. Я уже рассказывал, что у них был недостаток по фильтрам воздушным. В условиях пустыни оказалось, что они очень быстро забиваются. Ему не хватает воздуха и естественно падает мощность двигателя танка. То же самое и с топливом. Он хоть и многотопливный числится по документам, но тем не менее при заливке в него что-то другого, кроме авиационного керосина, очень резко падают его ходовые качества. Так что авиационный керосин основной вид топлива танка Амрамс. Смотрите, при самом лучшем раскладе Петриот и Мамба дают 90%. Но 10% все равно достигнет своей цели. Так что вот такая вот примерно будет защита, если такой комплекс будет поставлен в город, то до 90%. И Ристе и Иносамс дадут меньше, где-то 85%. Это максимум, что можно выжать из этих комплексов противоракетной обороны. А вот с такими ракетами лучше, конечно, вот Мамба и Петриот, они да. И они дадут вам максимум 90%. Ну 100% не даст ни один комплекс. Даже железный купол и тот дает 99% или 95%. 95%. Железный купол дает 95%. Вопрос. Зачем придали огласки то, что Соединенные Штаты предоставят Украине дальнобойные ракеты GLCDB для Хаймарс, которые бьют на расстоянии до 150 км? Информацию о предоставлении вооружения надо держать в строжайшей тайне, чтобы враг не был готов к использованию Украиной нового вооружения. А теперь Россия, зная про эти новые снаряды для Хаймарс, будет размещать склады вооружения на расстоянии больше чем 150 км от линии фронта. Бинго! Мы этого и хотим. Это основная цель. Не тратя боеприпасов, заставит Россию оттянуть склады на глубину до 150 км. Если они это сделают, мы их быстрее разобьем. В этом и состоит, понимаете, иногда надо что-то секретить, иногда секретить надо перемещение резервов, их количество, их расположение. А вот такие вот ударные виды вооружений надо рекламировать. И говорить, ага, сейчас мы нанесем мощный удар. Это информационная война. Это составляющая информационной войны. Смотрите, на сегодняшний день мы уже вынудили Россию отодвинуть склады на 80 км от линии фронта. И фактически основные склады прижаты к государственной границе Украины. Если сейчас, как вы пишете, узнав о новых видах боеприпасов к системам МЛРС, Россия отодвинет на 150 км склады, то передний край просто сдохнет без боеприпасов, без продовольствия, без топлива. Они просто там помрут от такого массового голодания. По всем видам довольствия. Это первое. И второе, ширина кишки вот этой в тысячу километров, которую они захватили на юго-востоке Украины, только в отдельных местах достигает 150 км. Везде она 100. Если они вынесут склады, большая часть складов будет находиться на территории Российской Федерации. А, допустим, для юга Донецкой области и Запорожской и левобережной части Херсонской области, там вообще не должно быть, не получится разместить склады российской армии. Потому что побережье Азовского моря. Понимаете, куда им склады выносить? В море? Нет. Они что, повезут их туда за Мариуполь, под Шахтинск, в Ростовскую область? Так какой это смысл? Понимаете, наоборот, теперь они должны нервничать, пытаться их куда-то спрятать. Вот, кстати, в полосе до 80 км, вдоль линии фронта, они научились. К сожалению, да, надо отдать должное, что противник тоже, хоть чуть-чуть, хоть мы и говорим, что в стратегическом или в оперативном плане Россия не обучаемая. Они воюют, что думать, трясти-то надо, да-да. Знаете, это кокос с пальмы, подумал-подумал, потряс, дерево не падает. Ему говорят, ну подумай, вот палка лежит, вот камень лежит. Он сидел, думал, думал, что думать, трясти надо. Вот они трясут, продолжают трясти пальму, чтобы упал кокос в стратегическом и оперативном плане. В тактическом плане жизнь учит. И они на глубину до 80 км рассредоточили все склады по маленькими частями и попрятали их по кустам. И сегодня вот в этой полосе в основном работает наша артиллерия, которая, вот то, что мы в сводке каждый день читаем, там, 2, 3, 4, 6, 5 складов с боеприпасами. Это именно вот эти вот склады небольшого масштаба, которые они рассредоточили. Поэтому все нормально, надо придавать огласке новые виды вооружения, их тактика, технические характеристики. Это преданные огласки, это элемент информационной войны, элемент запугивания противника, элемент выведения противника из зоны комфорта или состояния равновесия. Добрый вечер. Скажите, откуда у нас информация о подготовке удара с ОТРК и ЗРК, если ПВО фиксирует ракеты в воздухе? Очень интересно. Дело в том, что у нас не всегда есть эта информация. Она бывает очень редко о том, что может быть нанесен удар с ОТРК или зенитно-ракетных комплексов. Как правило, эта разведывательная информация добывается либо агентурной разведкой на территории противника, или которую он оккупирует. Если вот как по Запорожью, когда били С-300, они же находились на нашей оккупированной территории. Из района Токмакана наносили удары по городу Запорожье. Либо это может быть спутниковая разведка. Но очень редко нету удары крылатыми ракетами, да, потому что, допустим, авиация поднялась, мы знаем. А удары оперативно-тактическими очень редко, когда об этом сообщают. И зенитно-ракетными комплексами, тем более. Для нас это каждый раз неожиданно. Для нас это каждый раз, как в первый раз. Поэтому очень редко, когда удается обнаружить вот эти вот зенитно-ракетные или комплексы, да, зенитно-ракетные комплексы, выходящие на позиции, чтобы предупредить людей о том, что будет ракетный удар С-300 или С-400 по нашей территории. Легко определить зону поражения, зная, откуда будут пускать эти ракеты. Но когда их будет пускать, не знает никто. Также с оперативно-тактическими комплексами, они, как правило, мобильные, выезжают на стартовые позиции, делают пуск и уезжают. Очень тяжело, я не знаю откуда. У нас такой информации нет. Или, как правило, такой информации нет. Добрый вечер. Неужели нужно много учиться нашему танкисту на заграничной технике, если наши танки також меньше-менш современны и входят в десятку лучших? Чего они считают нас аборигенами? Нет, почему? Дело в том, что, ну вот как вам сказать, вот допустим вы покупаете машину советского образца, да, садитесь, вы понимаете, что там из того, что надо выучить, это где находится замок зажигания, где находятся педали, тормоз, сцепление и акселератора. И как порядок переключения передач в этой машине, и рычаг, и соответственно, ну, рычаг и порядок переключения. А когда вы садитесь в современную машину, то прежде чем на ней поехать, у нее ключ бесконтактный. И для того, чтобы нажав на кнопку и она завелась, надо что? Войти в бортовой компьютер этой машины и сделать кучу предварительных настроек. Для того, чтобы забить, допустим, маршрут в навигаторе, да, надо же набрать на компьютер. Это надо все уметь. Поэтому сегодняшняя техника, она намного сложнее. Плюс есть нюансы, надо же научиться с нее стрелять, как она реагирует, как работает, допустим, механизм заряжания, как работает механизм наводки, как фиксировать цель, как вести огонь с помощью этого и системы управления огнем в движении, в стационаре. Мы и так сокращаем, и наши партнеры сокращаем до минимума. Три-четыре, три до месяца обуче. Через месяц уже мы считаем экипаж подготовленный. Хотя настрела у них минимум. Дай бог, если они там три-пять снарядов отстреляют на полигоне реальным боевым штатным боеприпасом, для того, чтобы почувствовать, что такое этот леопард. Мы будем боевой опыт набирать непосредственно в бою. Вот особенность. Но никто не считает нас аберрегенами. Наоборот, западные инструкторы, они в шоке от способности, обучаемой способности наших солдат. Что мы осваиваем эту технику гигантскими темпами. Кстати, министр обороны, по-моему, в Германии отмечал, что наши специалисты, по-моему, по комплексу ПВО, а не, в Соединенных Штатах, Патриот осваивают семимильными шагами. И могут освоить его намного быстрее, намного быстрее, намного быстрее, чем, допустим, даже предполагалось по ускоренной программе. Поэтому, все хорошо, мы очень быстро осваиваем западную технику. Как вы думаете, сможем ли мы получить черные ястребы и чинуки? Ведь это не только поможет нам доставлять наших бойцов на фронт, забирать раненых и с помощью чинук доставлять на некоторую технику быстрее, чем по трассам. Но и заменит наш автопарк вертолетов. Если да, то сколько нашим бойцам потребуется времени для их обучения? Смотрите, ну для вертолетчиков, я думаю, немного времени потребуется для обучения, потому что принципы управления, они примерно одинаковые. Это есть особенности машины, это называется не обучение, а переучивание. С одного типа машин на другой тип машин. Это для вертолетчиков. Но я думаю, что вряд ли в ближайшее время мы получим чинук или ястреб. Почему? Потому что сегодня опасность перевозки по небу довольно высокая, особенно в прифронтовой зоне. И в принципе наша логистика уже построена на основе сухопутных перевозок, в основном автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом. И сейчас менять ее, я думаю, не имеет смысла. А вот в перспективе, в ходе перевооружения нашей армии, согласно программы, которую нам разрабатывает и поможет осуществить блок НАТО, о чем было заявлено на последнем саммите НАТО, вот это да, это вполне реально, что мы получим, ну естественно, что у нас не будет вертолетов советского образца. У нас будут вертолеты с западного образца, с западного производства. Американские или европейские, это уже вопрос, как мы определимся и на какие вертолеты мы... Ну в принципе, боевые вертолеты, конечно же, в основном американские и транспортники, но хотя транспортники могут быть и европейские. Так что посмотрим, время покажет, давайте доживем. Но сейчас, думаю, вряд ли кто-то будет заниматься еще и вертолетами. Дай бог нам танки, боевые бронированные машины, артиллерия и боеприпасы к ним. Вот это основа основ, что нам надо сегодня. Плюс ракеты и самолеты. Все, про вертолеты будем говорить после войны. Вот такой интересный вопрос. Честно говоря, я даже не понял смысл, зачем вы его задали, а сейчас объясню почему. Скажите, пожалуйста, какая принципиальная разница в самолете F-16 и SR-71 BlackBrit? И какой бы из них был бы более полезен для нашей победы? Слава Украине! Смотрите, самолет SR-71 BlackBrit это самолет-разведчик, который прекратил свою эксплуатацию, по-моему, в 1998 году. Его нет на вооружении. Так что, да, 1998 год. Это американский самолет-разведчик высотный и скоростной. Он разведчик, он не боевой самолет. Поэтому вот я, или вы ошиблись, черный дрозд, он переводится, или черная птица, в зависимости от того, кто как переводит. Вот. Поэтому вы, наверное, немножко неправильно сформулировали вопрос. Снят с вооружения в 1998 году. Прекращена эксплуатация этого самолета. Его даже нету. Всего было выпущено 32 таких машины. Еще раз повторюсь, у него из вооружения 20-мм пушка. И все. А дальше у него, он даже противоракетного вооружения у него нету. Он за счет набора высоты и скорости уходил от ракет, которые по нему могли быть выпущены. Ну, так предполагалось, что он будет защищать себя только за счет своих летных характеристик. А вот F-16 это боевой самолет. Он не может выполнять разведывательные функции. Только в режиме раннего обнаружения пуска в ракет, он может, когда он работает истребителем-перехватчиком в паре с комплексом Patriot или с комплексом Mamba противоракетным. И, соответственно, он проводит обнаружение, оповещает комплекс и может идти на перехват, если такую задачу получит от наземной радиолокационной станции, которую он передает целеуказания, увиденные им с воздуха. Но F-16 это универсальная платформа, это штурмовик, это истребитель-перехватчик, это бомбардировщик. А SR-71 это разведчик. Вот вам принципиальная разница между этими самолетами. Тем более разведчик, который уже давным-давно на пенсии, когда служил свое и ушел на заслуженный отдых. Сейчас находится только в музеях и где-нибудь на свалке самолетов. Не могли бы вы прокомментировать сегодняшнюю информацию о принятии Великобритании решения по немедленной поставке в течение двух недель для Украины ракет среднего радиуса действия от 500 до 1000 км под названием «Скал» или «Шторм Шэгл» и четырех самолетов «Торнадо», которые не требуют специального обучения. Они просты в управлении. Нет, не совсем. Я сейчас объясню, почему не требуют большого обучения. Вопрос поставки стали обговаривать после того, как наш генерал Валерий Залужный озвучил список необходимого вооружения для контрнаступления вооруженных сил Украины с последующим освобождением захваченных территорий Украины. Эту информацию я слушал сегодня в очередном видео на Ютубе. Насколько это вы считаете достоверным, заранее благодарно за ответ. В видео Швеца. Пан Швец одним из первых огласил о том, что могут быть переданы такие ракеты и к ним самолеты «Торнадо». Самолеты «Торнадо» являются пусковой платформой для этих ракет. Я уже объяснял вопрос, что это достоверная информация, скажу вам сразу. Тем более, что уже разговоры идут... Ну и единственное, что я подчеркивал уже сегодня, что нет официально, от официальных лиц такой информации нет. Но в средствах массовой информации, да, говорят, что ракеты будут предоставлены примерно такие, ну это ссылаясь на источники. Пока что так. И действительно, эти ракеты могут пускаться на дальность от 500 до 1000 километров. Так что, в принципе, можем считать эту информацию достоверной. Знаете, вообще скажу вам, что вот сейчас по ракетам и авиации принято стратегические решения. Вот на уровне глав государств. Вот это турне президента Зеленского, в принципе, оно фактически он собрал все за и против. Сейчас четко и понятно, кто дает, кто не дает. И если дают, то кто что дает. И получается, что Рамштайн 9, который будет в Брюсселе 14 февраля, на уровне у министров обороны стран, просто закрепит это решение. Или огласит его официально, как это было с танками. То же самое. Накануне Рамштайна практически все вопросы были решены. Единственное, что немножко подзатянулось решение Германии о разрешении на передачу танков от стран, партнеров третьим странам, ну в частности Украине, потому что мы не являемся членом НАТО, ну и для третьих стран всегда требуется разрешение. Имеется в виду третьей стороне, неправильно я сказал, извините, для передачи третьей стороне или третьим лицам требуется разрешение правообладателя. Вот то же самое здесь. Сейчас принципиально страны высказали свою позицию, их руководители высказали свою позицию. И дальше это будет просто оформлено документально в формате конференции в рамках Рамштайн, которая будет проводиться 14 числа в Брюсселе. Кстати, в штаб-портире НАТО. Вот такое вот совпадение. Или, как говорил один известный российский пропагандист, совпадение? Не думаю. Вот мы можем сказать теперь точно так же. Пусть теперь Россия почешет репу. Совпадение? Не думаю. Вот такая вот ситуация. Ну вот тоже вопрос, который, считаю, надо ответить. Прокомментируйте. Добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, такую новость. Я слышала в нашем украинском марафоне о том, что Рашка сумела накопить тысячи танков, тысячи бронированных машин, сотни вертолетов и сотни самолетов. Насколько это может быть правдой? Заранее спасибо за ответ. Смотрите, тут есть небольшая манипуляция с цифрами. Там цифры были, ну, я уже не помню, 1800 танков, около, больше 3000, по-моему, боевых бронированных машин, 400 самолетов, 400 вертолетов, ну, плюс-минус, я точно не помню цифры, на вскидку. Называю там 500 систем артиллерии, по-моему, так было сказано, или реактивных систем артиллерии. Смотрите, дело не в этом. Дело в том, что некоторые цифры даже, на мой взгляд, завышены. Почему? Потому что общий парк летного состава, вот на примере летного вам приведу, почему я считаю, что не совсем цифры могут соответствовать действительности. Почему? Потому что общий парк, летный парк, составляет где-то 550 единиц. Из них 330 в состоянии выполнять боевые задачи. Все остальное металлолом, который не поднимается в воздух, который надо ремонтировать. Если вы посмотрите на количество потерь, то вы увидите там колоссальную цифру. Мы больше половины из того летного состава из 330 перемолотили еще осенью. Сейчас уже пошли туда в хвост. И получается, что теперь опять 800. Откуда 800? Даже если с учетом снятых с хранения и частично восстановленных, но все равно не получается 800 летательных аппаратов в боевом составе, способных подняться на крыло и выполнять боевую задачу. Очень много. Тогда получается, откуда вопрос, следующий вопрос, откуда такое количество вертолетов и самолетов. Вертолетный парк мы вообще проредили, у них там уже десятки вертолетов остались. Не сотни, а десятки вертолетов, которые способны подняться в воздух. И тут нам сообщают. По танкам, может быть с учетом, если они поснимали с хранения, 72-ки, 80-ки, о чем свидетельствует уже появление их на поле боя. Но по танкам, боевым бронированным машинам и артиллерии, эти цифры могут соответствовать действительности, но вы не забывайте, что эти цифры растянуты на 1000 километров фронта. 1800 танков на 1000 километров. Посчитайте, сколько? По два танка, ну меньше даже, 1,8 танков на километр фронта? Да, где-то этих танков, допустим, 5-10 на километр фронта танков. А где-то этих танков вообще нет на километр фронта. Понимаете, вот в этом состоит, на мой взгляд, манипуляция. Так заявлять, ну издание, кстати, какое-то не очень на слуху. Оно буквально выстрелило. Раз, если мы там знаем политика, Wall Street Journal, Washington Post, Bloomberg, другие издания. Мы уже знаем их, знаем, кто на что способен, знаем, что любят приукрашивать и преувеличивать. А тут раз и практически никому неизвестное издание, ну малоизвестное в нашей, во всяком случае, аудитории издание, вдруг выдает такие цифры, что все, завтра 1800 танков пойдут в прорыв на донецком направлении. Нет, такого не будет. И это все растянуто на глубину 100 километров и на ширину 1000 километров. Вот на этом участке растянуто вот это количество танков, боевых бронированных машин и артиллерии. А вот авиация находится на территории Российской Федерации. Вполне возможно, что если взять все, что стоит на хранении по авиации в России, то может быть такое количество, получается 800 летательных аппаратов, да, может быть, с учетом хранения. Но снято оно с хранения или нет, способно оно подняться в воздух это количество или нет. У них пилотов столько нет. У них сегодня проблема с пилотами, кого посадить за штурвал Су-25 или Су-35 или Су-24 для того, чтобы выполнить боевую задачу. Они осенью, летом, точнее, организовывали досрочные выпуски в летных училищах для того, чтобы, как говорил известный киногерой Ролана Быкова, понабирались желторотиков, летать не с кем. Вот у них сейчас именно такая ситуация, где они возьмут 800 пилотов. Ну о чем вы говорите? Если еще артиллерию танкистов можно там натаскать мобилизованных, можно как-то их подобрать, то пилота ты не натаскаешь. На фанерном тренажере ты его не научишь летать, понимаете? Нужны часы в воздухе. На тренажере сотни часов, потом в воздухе нужны сотни часов для того, чтобы он стал пилотом. И потом должны годы эксплуатации или годы полетов. Тогда он становится профессионалом. А так, ну взлет-посадка, это все верно там. Я, честно говоря, эти цифры вызывают очень большие сомнения. Надо посмотреть, что это вообще за издание. Какими источниками. Высокопоставленный военный, источник из военного руководства Украины. Ну вообще какой-то бред. Это 100% неофициальная информация. И я не думаю, что она соответствует в полной мере действительности. Вот такая вот история. Ну что ж, на этом мы с вами, наверное, вторую часть вопросную тоже будем заканчивать. И у нас с вами остается третья часть. Это приветствия и пожелания, которые вы нам прислали к предыдущим видео. И первым таким комментарием будет следующий. Вот написали, спасибо за информацию. И о Черчилле писал, со временем победившие Германию назовут себя новыми фашистами. Ну не хочу оспаривать цитаты Черчилля. Но знаю его знаменитую цитату о том, что якобы Уинстон Черчилль ему приписывает эту цитату. Он сказал, что будущие фашисты будут называть себя антифашистами. Вот это больше на сегодняшний день подходит. Потому что россияне не называют себя фашистами. Они называют себя антифашистами. Хотя по всем признакам, и об этом говорят многие эксперты, политологи, о том, что Российская Федерация построила настоящий российский фашизм. Когда-то мы получили итальянский фашизм. Это был классический, кстати, фашизм. Потом Гитлер сделал немецкий фашизм. И сейчас Путин сделал российский фашизм. Поэтому, видите, идет, есть какая-то тенденция развития вот этих фашистских государств. Вот. И да, вот такое приписывает Черчиллю, что якобы он называл, что будущие фашисты будут называть себя антифашистами. Что сегодня и делает Россия. Острова, по-японски острова, про которые вчера была речь. Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабамайи. Группа островов и часть Сахалина японцы считают своим северными территориями. Скоро местные россияне сами с удовольствием сдадутся Японии и подпишут мирный договор, который, кстати, так и не подписан между Японией и Российской Федерацией до сих пор. И юридически Российская Федерация и Япония находятся в состоянии войны. Ну, то, что мы с вами и говорили. Кстати, японцы сказали, что они возьмут всех, дадут гражданство всем местным жителям, которые пожелают его получить на этих островах. Поэтому вполне возможно, что они сами поднимут флаг страны восходящего солнца и присоединятся и подпишут все договора, чтобы получить японский паспорт. Украина должна продвигать идею о взаимодействии всех стран, пострадавших от российской агрессии, и сплотить их, чтобы единым фронтом они требовали от Российской Федерации вернуть земли. Япония, Молдавия, Грузия и Германия. Дать Российской Федерации, выставить Российской Федерации ультиматум. Вы знаете, я бы из этой когорты вычеркнул бы Грузию. Потому что пока в Грузии не сменится политическое руководство, я не вижу перспектив присоединения этой страны к антироссийской коалиции. Вот скажу вот такое вот мое мнение. Все остальное, Молдова, Япония, Германия, это абсолютно правильно и абсолютно понятно. Самолет Торнадо дают под ракету Скальп. Ну, Шторм Шэдоу. Можно и так сказать. Это название, мы это знаем. Так, следующее. А, вот, кстати, очень интересный комментарий про генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Думаю, что он достоин озвучания. И так, неужели вы не знаете, что сын Гутерриша, это генеральный секретарь ООН, занимается нефтяным бизнесом в Европе? По-моему, в Австрии зарегистрирована его фирма. Фирма связана с Россией. Поэтому Гутерриш никогда не пойдет против России. Потому что фирма оформлена на сына, а на самом деле принадлежит папаше. Гутерриш три раза куплен и три раза продан России и обратно куплен. Ну, его отношение к России видно невооруженным глазом. То, что он не хочет выполнять обязанности генерального секретаря ООН и игнорирует статут, даже я скажу больше, плюет просто на статут, на устав на Организацию Объединенных Наций, это видно невооруженным глазом. Очень жаль. Он хоронит таким поведением, он просто хоронит Организацию Объединенных Наций. Я думаю, что месяцы или даже не годы, а месяцы, на мой взгляд, существования этой организации, наверное, сочтены. Итак, Меркель уже отказалась присоединять Калининградскую область, мотивируя это чрезмерным экономическим напряжением Германии в случае присоединения новой территории. Но это в прошлом. Да, действительно, Меркель категорически отвергла то, что Кёнигсберг может быть возвращен Германии, хотя это исконно немецкие земли. Ну, у Меркель тоже, я думаю, что у Путина есть компромат на Меркель, и они там связаны. Он ею управлял, как только хотел. Все, что он говорил, Меркель делала безоговорочно. И причем Меркель нагибала весь Европейский Союз в пользу Российской Федерации. Слава Богу, что она уже не канцлер. Я думаю, что Олаф Шольц разберется с этим вопросом. И тут не Меркель решает, и не Олаф Шольц будет решать этот вопрос. Этот вопрос, на мой взгляд, надо выносить на немецкий референдум. И народ Германии должен сказать, возвращать Кёнигсберг или не возвращать. Так что тут политики ни при чем. Особенно такие, как Меркель. В Кандагаре в 1984 году выкористовывали вакуумные бомбы, скинувши их на мечеть. Видовище было страшное, но в горах они почти никакого эффекта не мали. Действительно, на открытой местности вакуумные боеприпасы не совсем эффективны. Почему? Потому что сквозняк. Понимаете, очень быстрое рассеивание вот этого облака взрывчатой смеси, которая образуется, аэрозоли, которая образуется в результате падения вакуумного боеприпаса, и которое должно наносить само поражение, создавая объемно-детонирующий взрыв. Поэтому, да, в горах это было практически бесполезно. Вот там очень сильные ветра и очень быстрое рассеивание вот этого облака. Внимание! Север города Бахмут удерживает отдельно штурмовая бригада вооруженных сил Украины. Севернее над ними, под Красной горой, еще мотопехотная бригада вооруженных сил Украины. Здесь они не пройдут. Имеется в виду российские войска. Они будут удобрять землю тысячами своих тел. Но этот участок не пробивается. Где-то еще может быть. Может наши отойдут. Но прорыв исключен. Слава нашим героям. Вот такое вот... Ну, я не называю номера бригад. Вот. Понятно из соображений безопасности. Но тем не менее, две бригады, мотопехотная и десантно-штурмовая бригада, стоят. И действительно, я знаю эти бригады, они проявили себя уже неоднократно в этой войне. А вот американцы свой язык никому не навязывают. Не требуют от других стран открывать английские школы или делать английский вторым государственным. Они просто занимаются наукой и технологиями. Снимают кино, пишут книги на этом языке. И, о чудо, его все сами учат. Без танков. Нет. Тут немножко вы не правы. Почему? Потому что Соединенные Штаты сделали так, что английский язык стал деловым языком во всем мире. И поэтому его все учат. Это не литература, не наука, не технологии. Это именно деловое общение. Весь бизнес построен на английском языке. Интернет, который связал все в единую мировую сеть, построен на английском языке. Первые программы писались на чем? На английском языке. Вот именно поэтому распространение английского языка получило такой массовый характер в мире. А литература, искусство, ну, они играют какую-то роль, ну, не большую, чем в других странах. Других писателей и фильмы дублируют. Каждая страна, покупая фильм или книгу, дублирует. Редко кто оставляет на языке оригинала. Потому что мало людей, читающих там литературу или пьесы на языке оригинала. И это не стимул учить язык. Это очень маленький процент населения. А вот для того, чтобы вести международный бизнес, вот тут гигантское. Рабочих отправляют в другую страну, они учат, что английский. Вы едете. В Европе много языков. Но do you speak English и yes, I do. Вы услышите везде. Мать общалась недавно с родственницей из Российской Федерации, которой 76 лет. Так та начала орать, что тут все нацисты. Мать спросила, почему ты так думаешь? А она ей в ответ. Потому что так все говорят. И по телевизору говорят. А там врать не будут. Ну то есть в телевизоре. У меня такое ощущение, что если завтра скажут по российскому зомбоящику. Всем пенсионерам прыгнуть с обрыва ради победы, то они выстроятся гуськом и безропотно пойдут к ближайшему обрыву убиваться. К сожалению, это в какой-то мере соответствует действительности. Не скажу даже частично, а на мой взгляд в большей мере соответствует действительности. Потому что особенно поколения пенсионного возраста, они очень идейные. Они еще на советских идеях живут и процветают. И верят в коммунизм, дедушку Ленина, в справедливости хотят и в доброго царя. Путин этим пользуется и на этом строит идеологию российского фашизма. В общей сложности для нужд Киева Берлин намерен взять со складов 178 машин «Леопард-1». Однако танков будет меньше. Машины, которые много лет хранились на складах, нуждаются в ремонте. Поэтому часть из них придется разобрать на запчасти. Предполагается, что к лету удастся подготовить лишь первую партию. К сожалению, да, вы абсолютно правы, вы процитировали немецкую прессу. К лету мы можем получить первую партию машин в составе 20-25 машин. Об этом уже как бы сообщено практически официально. А все остальные машины немцы обещают передать нам до конца текущего года. Вот такая вот ситуация с этими «Леопард-1», которые сейчас фирма «Рейн Метал» будет готовить для передачи вооруженным силам Украины. Ну что ж, на этом я благодарю вас за внимание, что вы досмотрели до этого момента. Я, кто не подписан, приглашаю, как всегда, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Так работают алгоритмы Ютуба. Огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить Збройным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине.